Что сделал Фадеев для Байкала о Музском магистрале? А кто внес предложение? Фадеев. С какими трудностями вы тогда встречались? Первое, это тяжелейшая обстановка на самом Северомойском тоннеле. Но опоздали же по времени. Чуть-чуть опоздали. Опоздали по времени, да. Ну так в жизни бывает, да. Геннадий Матвеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Я вам очень благодарна, что вы нашли время обсудить те вопросы, которые мы с вами до интервью проговорили. С чего я хотела бы начать? Когда вы впервые услышали аббревиатуру БАМ? Когда вы впервые узнали о том, что есть Байкало-Амурская магистраль? Некие воспоминания из детства. Во-первых, я родился, и вся моя молодость, да, юношеские годы прошли на Транссибе. Станция Шимановск. Это бывшая Амурская железная дорога, паровозная тяга. У нас на станции были расположены основные предприятия железнодорожные, локомотивное депо основное, вагонное депо основное, пассажирское депо основное. И городок в 20 примерно тысяч, и все работали на железной дороге. И я вот уже еще мальчишкой, да, там дворовые команды у нас были, и слово БАМ звучало в то время, но звучало как бы нарицательно, поскольку в то время, вот начало 40-е годы, уже там были строители, пытались от Транссиба в районе Сковородино выйти в сторону тынды будущей, да. Это заработали только заключенные. И слово БАМ, он делал такую окраску отрицательную. То есть тебя даже пугали, что вот придут БАМовцы, они тебе вот тут... Да, 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 да. Вот что в моей голове было в те годы, еще дошкольные годы. Дошкольные годы мы, это слово там, так сказать, присутствовало в разговорах. Вот это БАМи, да. А с точки зрения официально, когда я познакомился, это был уже 1974 год. Я работал начальником Нижнеудинского отделения дороги, Восточно-Сибирская дорога, да. И я был членом бюро городского комитета партии. А члены бюро городского комитета партии должны знакомиться с постановлениями партии и правительства под роспись. И однажды мне приносят этот документ о начале строительства БАМа. И я, естественно, ищу себя там, железнодорожную часть. И там было записано о том, что нефть по трубе из Омской области поступает до станции Тайшет нефтепроводом 25 миллионов тонн в год. И эти 25 миллионов тонн переливаются на станции Тайшет большегрузные 120-тонные цистерны, которых еще в то время даже не было, да. И по однопутному участку от Тайшета через братское отделение на будущий БАМ однопутный на тепловозной тяге до Комсомольска-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод. Если он не сможет все 25 миллионов тонн переработать, значит, часть из них должна отправляться на Хабаровск. И тогда еще и не было сообщений железнодорожного Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, да, на Хабаровск. То есть поставлена задача залить топливом собственными маслами весь Дальний Восток. Такая была поставлена задача. Я, прочитав этот документ, мне в голову сразу пришла мысль, а почему мы здесь в Нижнеудинске сидим в отделении дороги? Нам надо в Тайшет переезжать. Станция не развита. 25 миллионов тонн в год. Я говорю, это 25 пар поездов. Подготовить, налить, отправить и так далее. Это большая работа. И сортировка может быть там и так далее. И я выступая в этом, это был 74-й год, выступая в Тайшете на городской отчетно-выборной конференции, в Тайшете, я сказал, что в связи с выходом постановления, я думаю, что нам надо переезжать из Нижнеудинска в Тайшет. Под бурные аплодисменты партийной организации. Ну, понятно, почему, да? Я помню этого первого секретаря, Кочерова Виктора Филипповича, он больше всех хлопал, и он это услышал. По-моему, там это зафиксировала партийная организация. Ну, я и забыл про это. Так вас же хотели назначить по партийной линии как раз руководить стройкой, правильно? Нет, Марьяна, это будет позже. А сейчас, где-то через два месяца приходит приказ министра путей сообщения Бориса Павловича Бещева о передислокации отделения Нижнеудинского из Нижнеудинска в Тайшет. То есть вы сказали, но не писали никаких бумаг в Москву? Я думаю, что вот этот первый секретарь, они это решение, просьба об обком партии, обком вышел на это. Но исходя из целесообразности, это естественно, да? Или надо из Нижнеудинска по телефону командовать, или Тайшет не на месте. Это было правильное решение в то время. Вот так с моей головой сработало, что надо туда переезжать. И мы в 1974 году 80 семей из Нижнеудинска двумя пассажирскими поездами переезжаем в Тайшет. У нас строительная организация своя была. Мы сдавали 80-квартирный дом, мы полностью его заселили. И я помню, и как начальник отделения, и председатель профсоюзов районных, да, мы распределяли квартиру и выделили первому секретарю горкома, Кочеру, и он был сосед на одной площадке. Ну, это такая деталь. Но в истории это все как-то взаимосвязано и работало на общий результат, да? Мы переехали в Тайшет. Это какой год? Это 75-й. Мы на Новый год, с 74-й на 75-й год. Уже мы, я и докладывал начальнику дороги из Тайшета, докладываю из Тайшета, что в управлении дороги удивились, почему он там. Смотрите, насколько было организовано, подготовлено все. Естественно, не все желали переехать в Тайшет, поскольку Нижнеудинск – это такой вот район в Саянских горах, да, где вот, ну, природа и, значит, возможности. Там собирали урожай, вот это Иркутская область, в Нижнеудинском районе 40 центнеров с гектара. При 11, где-то 10 всего по Иркутской области. У нас частенько были партийные руководители, ну, естественно, такой урожай там, где-то помочь, где-то и поддержать людей и так далее. Это, естественно, что, значит... Не хотели, удерживало это людей, конечно. Да. И, естественно, ко мне, они у меня, партийные органы у меня уже хорошо знали. Наше отделение Нижнеудинское четыре года подряд выходило победителем во всесоюзном соревновании, да, получали знамена. А поскольку мы четыре года подряд, нас на ВДНХ, как лучшее предприятие с точки зрения экономики, производительности, труда, и мы вышли на такой уровень. И однажды ко мне приехал за форкотделом обкома партии, побеседовал со мной, не называя предложения, которые он уже имел в виду сделать мне. Значит, прошло какое-то время, ну, все это было загадочно, почему он приехал, почему такая беседа была. Меня приглашают в областной комитет партии. Значит, я начал созваниваться, какая там причина. Естественно, первый секретарь горкома Нижнеудинского, да, Иван Васильевич Лушников, фронтовик такой, мы дружили с ним, и он говорит, Геннадий, тебя берут в область на партийную работу, пока не могу тебе ничего сказать, это будет бюро решать обкома партии. Я приезжаю, значит, в бюро кома, значит, со мной беседуют, и говорят, что вот в связи с началом строительства БАМа, мы вводим, значит, открываем комитет в областной комитет партии по транспорту, который будет ввести ход строительства БАМа и организовывать работу там и так далее, кадровую работу. Ну, я молодой в то время был. Сколько лет вам было на тот момент? 32 года мне. Вам уже такое предложение поступало? Да, 32 года. И я, естественно, все посвятив предыдущее время железной дороге, да, мне партийная, значит, работа не совсем, вот, по душе так будем сговорить, но партия есть партия, у меня партийный билет, да, и я сижу, значит, я у второго секретаря обкома партии, Маслов такой был, бывший директор Братской ГЭС, вот он, значит, и говорит, посиди здесь, как только кадры вопрос начнут рассматривать, мы тебя пригласим. Я сижу у него час-два, я слышу, уже там передвижения какие-то пошли, то есть перерыв объявляет, и потом он заходит, Маслов и говорит, Геннадий Матвеевич, Николай Васильевич Банников, это первый секретарь обкома партии, член ЦК, сказал, у Фадеева своя дорога. Вот эти слова, у Фадеева своя дорога, придала мне такую силу, значит, уверенность, да, о том, что да, меня знают, верят, и они посчитали более нужным, чтобы я работал на железной дороге. Это для меня на самом деле могло в корне изменить мою судьбу, всю судьбу, да. Ну, получилось так, как я хотел. Но, Геннадий Матвеевич, все-таки вы влияли на ход строительства Байкала-Амурской магистрали. Можете сегодня, в 2024 году, обозначить ключевые для вас на тот момент события, которые вы повлияли, вот вы сказали, да, могли бы изменить судьбу. Что сделали вы? Я с чего начал, и я хочу подчеркнуть, это не обком принял партия, не дорога, а Бещев, министр, да. А кто внес предложение? Фадеев, да? Да. Вы представляете, если бы я не внес, я сомневаюсь, чтобы где-то было рассмотрено и передислоцировать... То есть этого бы не было, убеждены? Я в то время уверен в этом, там не до этого было, ну, только начало, зачем и так далее. Вот, и я хочу сказать, что именно сама передислокация сама, она больше повлияла на те меры, которые необходимо принимать именно по Тайшету, непосредственно здесь, а и плечи, которые к Тайшету примыкают, надо их развивать. А, то есть развитие Тайшета позволяет? Тайшет – это перекресток транспортный, это Междуреченск-Абакан-Тайшет, это тысяча километров от Кузбасса, а это там шахта Распадская, это каменный уголь, коксующийся, да, гигантские объемы, и только что пущена эта линия, однопутка, тепловозная тяга, понимаете, да, и пересекает Трансиб и уходит в сторону Лены туда, да, это Братское море, гидростанция Братская ГЭС, да, и туда до Лены. Однопутки, тепловозная тяга, а в то время еще паровозы ходили на этом отделении от Тайшета туда в сторону Лены. Колоссальная работа проводилась по реконструкции Тайшета. Вот его судьба этого узла, вот я называю 74-й год, да, а сегодня уже 24-й, 50 лет, и вот с того момента и по сегодняшний день Тайшетский узел развивается, то есть это как бы вклад большой, и мы первые домики на БАМ отправляли из Нижнюдинска, там стоял строительно-монтажный пояс, который вот эти домики делал, их называли балки, балки, это как круглая удлиненная бочка, там печь чугунная монтирована, и спальные там места, два, три места. То есть для строителей домики, соответственно? Да, для строителей, первых строителей. Их грузили на платформы, и мы каждую неделю 100 платформ, это 100 домиков в сторону Лены туда увозили, а там их выгружали, и тракторами, там где уже просеки делали, вывозили, вывозили, и там вот первые студенческие отряды, которые приехали уже туда в 74-м году со своего съезда 17-го, да, располагались. Там были семьи и так далее, и так далее. То есть это большой вклад вот с точки зрения организации, доставки. Это вот, я считаю, вклад железнодорожников для себя и для тех, кто там работал. Там образовывались семьи, значит, хорошая зарплата, кто-то там накопил, и так далее, и так далее. Это что-то творилось, не бывало. Знаете, на одно место было, как я помню, до 10 человек. То есть туда не все могли поехать, вот эти 10, да? Ну все понимали, надо же условия там создать для проживания, для питания и так далее, и так далее. Тоже есть какие-то пределы. Вот поэтому с этой точки зрения, что мы направляли лучшие кадры туда, на работу, да? Там, когда появились первые плети, когда уже подвижной состав туда пошел, там вагончики делали, и так далее, и так далее. Привыкать начали, связь туда пошла. И это все набиралось, набиралось. Не сказать, что в одночасье там большие были трудности. Можно чуть-чуть о трудностях, как они выглядят на тот момент? Потому что сегодня мы говорим о дефиците кадров, дефиците техники, что-то вот, ну это очень такое поверхностное. С какими трудностями вы тогда встречались? И как вы их решали? Я, в принципе, непосредственно не участвовал на самой линии, на строительстве и так далее. Это совершенно другой район, это другие задачи, да? Другие руководители, там профессионалы строителей были, проектировщики, строители, инженерные конструкции туда все перевозили железной дорогой. Ну, а вот с точки кадровой, да, с точки зрения организации туда направления, да, значит, этих грузов и так далее, как говорится, по наименованиям, по количеству и так далее, это все проходило через нас. Через станцию Тайшет конкретно или отделение это. Поэтому сказать, что я повлиял, вот это, это неправильно, неправильно. А с точки зрения, когда я уже был министром и первым заместителем министром, это, естественно, это моя была прямая забота. Тогда давайте об этом сейчас. Была такая фраза во время моей подготовки, что к моменту прихода Горбачева про БАМ начали говорить, что действительно это дорога в никуда. Все больше появилось размышление, что эту стройку и зря начинали, теперь все это нужно закрывать, значит, потраченные миллиарды, вкопанные в землю. А вы приходите как раз после, и прозвучала фраза, что Фадеев сохранил Байкало-Амурскую магистраль. Я помню из нашего с вами личного общения мы не раз обсуждали как раз вот тот этап распада Советского Союза и как вы сохранили вот это общее пространство 15-20. Но вы никогда мне не говорили о том, что еще вот одна из, в хорошем смысле, заслуг, да, что обратили на это внимание, посмотри, как это выглядит. Потому что о сохранении единой климы мы очень много говорили, о этом влиянии межгосударственного сообщения, насколько это было важно и сложно удержать в этом пространстве уже разразненные республики. Игнатий Матвеевич, что происходило в момент, когда вы стали министром путесообщения России? Вот БАМ на тот момент, в каком был состояние, в каком вы его приняли, и что было сделано, чтобы действительно сохранить и дать следующую возможность развиваться этой магистрали? Первое, это тяжелейшая обстановка на самом Северомуйском тоннеле. Это процессы, если они приостанавливаются, начинаются необратимые процессы, да. Вот все, что делается, тюбинги оформляют вот этот тоннель, они начинают падать, потому что начинается потепление, грунт теплый, все падает, падает. Это страшные такие моменты, как мы их называем, необратимые. Даже строители, которые там работали, они понимали это, что нельзя останавливаться. Там тысячи кубов в сутки уходило воды по этому тоннелю, где они рыли, да. Причем вода не холодная, а по сути горячая, да, это же источники, сами проектировщики, исследования, может быть, не все сделали. Я не беру это. Но факт, что они под ногами, это же река выходила, река выходила, да, ежедневно. Вот, и не получать зарплату, а как работать и так далее. Вот первое, что сделал я как министр, мы зарплату вертолетами возили туда, чтобы выплатить там зарплату на месте. Живые деньги в мешках, в сумках. Да, 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 и живых-то денег не было. В тот момент, 90-е годы, там кастрюлями брали, чугунками там и так далее, так, бартер какой-то, да. Время такое было тяжелейшее. Вот этот момент, значит, он особый, и именно поддержка вот в этот момент их деньгами, вот продовольствием и так далее, и так далее, это все было на наших плечах, да. И мы выдержали, и этот этап прошли. Курировал в то время стройкой БАМа Гейдар Алиев, да, член Политбюро, первый заместитель председателя правительства. Вот он большую силу имел, да, значит, и он всячески делал через Минфин и так далее, да, министерство, чтобы на БАМ выделялись соответствующие деньги. А что еще можно там? То это надо поддерживать вот деньгами, да, заработной платой. Получали они по работе, да, то есть недовольство, что низкая зарплата, там не было это, это было исключено на БАМе. В связи с чем туда вот так и взбежали. И это правильно было, потому что гигантские средства надо было освоить, чтобы получить отдачу. Чтобы была обратная связь, как говорится. Вложил – получил, вложил – получил. Вот с этой точки зрения, значит, может быть, и люди вспоминают это. Там вот о встречах в Тынде, когда было 45 лет, машинисты, рабочие, да, вот при встречах благодарили. Благодарили, благодарили. Неудобно мне это говорить, а вот так здесь в эфире, да. Но я чувствовал, что насколько безошибочно мы тогда поступали на БАМе, принимая такие решения. Поддержать во что бы то ни стало людей, сохранить эту стройку и так далее. Ну, при поддержке, естественно, больших людей в самом политбюро. С кем вы советовались, когда вот происходила эта разруха, и когда вы говорили, что вертолетами действительно те самые кастрюльки пытались хоть как-то помочь и спасти жизнь там людей, которые строят Байкаламузскую магистраль. У вас были какие-то советчики? Кому вы задавали какие-то вопросы, опять же? Или это были только личные решения, и никого в команде рядом не было, кто что-то бы подсказал? Боже упаси, там не с кем было советоваться. Понимаете, этот момент или время нужно почувствовать на себе, да. Когда вы приходите в магазин, он ничего же не нет. Я помню, когда Косыгин прилетел в Красноярск, Косыгин, и ехал в Крайком партии. Он остановился у одного магазина недалеко от управления дороги и Крайком партии. Мы думаем, там надо. И он, приехав в Крайком партии, сказал, вот я сейчас зашел в магазин, у вас кроме трехлитровых банков с огурцами, ничего больше в магазине нет. А тогда речь большая шла, может быть, мы затронем это, что он говорил об Аме, Алексей Николаевич. Ну, речь шла, значит, в то время, как бы на чаше весов или строить Байкал-Амурскую магистраль, да, принимать решения, или начать строительство Каннско-Ачинско-топливно-энергетического комплекса, КАТЭК. Ну, я так скажу, что Красноярский край стоит на угле 400 миллиардов тонн под Красноярским краем. Но это бурые угли, они энергетические, их они надо сжигать. И там было заседание, почему он прилетел туда. Было, значит, руководитель филиала Академии наук, это в Новосибирске, Аган Бедян был, он докладывал. Он говорил о том, что если бы мы строили КАТЭК, нам бы электроэнергии, вырабатываемой этим КАТЭКом, хватило от Красноярска до Берлина. Это его выражение, оно зафиксировано, естественно, да? Столько энергии вырабатывали. И это количество энергии было на карте, на схемах написано. И Касыгин сказал, кто мне прочитает эту цифру? И никто из присутствующих не мог написать, только потом сказали, это там 100 в такой-то степени, и так далее, и так далее. Вот моменты какие были. Я не думаю, что Касыгин приехал в Красноярск обсуждать, или БАМ строить, или здесь. Я думаю, он уже приехал и привез решение по БАМу. Это понятно. Вот такой момент был. Но все-таки коснулся вот обстановки в самом крае, и что, возможно, альтернатива ему была бы. И то, что на самом деле было принято строительство по БАМу, я вот всякий раз, когда вспоминаю, вот отдельный момент и так далее, и думаю, какие люди умные были, которые принимали решение, которые принимали решение по БАМу. Да, там была еще вторая часть этого вопроса, да, когда у нас было, так сказать, напряжение с Китаем, да, вот этот Даманский остров, когда его там снесли нашими силами, чтобы как-то утихомирить китайскую сторону, да. Это тоже важно. Ну, и такого государства иметь одну ниточку вдоль Амура или по берегу Амура, это не государство. Нужен был, значит, дублер, мощный дублер. И поэтому вот эти, что БАМ никуда и так далее, да, моменты были. Были эти моменты, громко говорили. И вы их тоже помните, да? Да, хорошо помню, да, что БАМ никуда. Это были, да? Но такая страна, такая судьба наша, что вот есть моменты, которые очень трудно принимать то или иное решение. И все-таки, еще раз возвращаюсь, скажу, насколько это сегодня оправдано. Вот не будь этого БАМа сегодня, когда изменилась вся Европа, когда все шлагбаумы там, да, перекрыты всем нашим коридором транспортным, и мы развернули потоки. И то, что сегодня государство и лично президент страны, он, по сути, в своем послании Федеральному собранию, как по нотам расписал, он начали строительства второго дублерного, Северомойского тоннеля, Кадарского тоннеля, Кузнецовского тоннеля, да, мост второй через Амур, Великий Амур, самая полноводная река в нашей стране, да, второй мост железнодорожный через Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. Причем все настолько сфокусировано по срокам, по финансам, настолько гарантия по финансовой части, да, уже подписанные с банками, со всеми. То есть вы видите, что глава государства понимает, что это точно нужно нам сегодня. И да, и я очень рад, что именно он это сделал, потому что он сказал, значит, будет сделано. Мы уже все это привыкли к этому и понимаем. И это очень важно. Давайте про людей. Вы не раз так очень эмоционально рассказали о молодежи, которая туда ехала, о строителях, что действительно это те люди, и какие они были молодцы, и какие они были образованные и умные. Геннадий Матвеевич, вы же со многими были знакомы, и те, кто живы сейчас знакомы по-прежнему. Скажите, пожалуйста, о самых ярких ваших воспоминаниях и впечатлениях от, может быть, первых знакомств. Вы же с этими людьми общались. Какие вопросы они вам адресовали? О чем вы их спрашивали, кроме бытовых условий, хотя, наверное, это самое важное, чтобы были условия для труда? И Москва, и министерство решали основные вопросы, а уже реализовывали их на месте. И вот те люди, которые мы контактировали, это вот я знаком с Мохртом Константином, да? Он герой соцтруда Советского Союза за БАМ, он курировал БАМом, да? Он как-то приехал, я первый замначальника дороги в Восточно-Сибирской, и он так заходит ко мне, в общем, как ногой дверь открывает, говорят, да? Сел и говорит, слушай, помоги мне. Я говорю, а в чем помощь? Надо принять вот эти два перегона, это от Тайшета в сторону Братска, там Чуна еще есть станция, да? А я говорю, так вы же еще и не начинали там работать. А он говорит, слушай, я клянусь, вот сейчас январь, значит, мы вот в марте закончим, да? Я говорю, вот когда закончите, приходите, и я вам подпишу. Я, слушай, я тебе скажу, я тебе 200 полушубков дам, полушубков 200, да? Ну ты подпиши. Я не подписал, да? А я не осуждаю это люди, но люди стремились, где-то не получилось. А вот хочется, чтобы выдержать слово и так далее. Так они в марте сдали, Геннадий Матвеевич? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, естественно, завершили эту работу, да? Ну вот такой накал, вот такой порыв у людей, вот все сделай, но только вот сейчас помоги. Но это не помощь, естественно. Мне он нравился, да? Ну, с точки зрения его ответственности за такой объем работы и так далее. Мне очень нравится, значит, вот эти два героя, Александр Бондарь, да, и Иван Варшавский. Эти два героя на 45-летие. Мы так стоим, обнялись вот втроем. Почему что? Да, значит, ну, красивые сами по себе. А что они работали бригадирами от и до вот этого юбилея, да? Что они герои. Как они говорят, какие решения принимали. И когда в Балбухте была стыковка, они шли, а Варшавский с востока, а с запада шел Бондарь, и во время стыковки Бондарь упал на колени и плакал. А там плакали и многие, да, потому что это событие. Три тысячи километров сошлись вот в этой точке, да? Вот. И они не ушли, они продолжали дальше работать, дальше работать. Иван Варшавский и с семьей там, и сейчас живет в Тынде. Бондарь пару лет назад ушел из жизни, и как-то произошло скоропостиженно, да? Это большие люди, большие люди, вот с точки зрения организаторов, это на них равнялись, это звезды на самом деле, большие это люди. Ну, а с точки зрения руководителей, вот, Министерства транспорта и Соснов, я его знаю, это бывший министр транспорта, да, потом Брежнев был министром транспорта, он немного захватил вам, но вот именно Брежнев, вот я инициировал продолжение строительства дорога на Якутию. Мы Далдана прошли и остановились, и остановились, а все остальное это водой, а он там, значит, Енисей, три месяца навигации и все на этом, а остальное все зимой туда, питание и так далее. И мы прилетели большой группой, Николаев был президентом Якутии, и он сказал, да, я согласен, давайте начнем строительство, он тоже там участвовал. Ну, финансово и так далее, и вот дошли уже туда, почти до Якутска. Ну, теперь ставят вопрос через Лену пробросить мост, но там Лена, это океан, вот, когда стоишь, смотришь многоводные реки, богатые реки и так далее. А тогда, вот раз мы говорим сейчас об этих бригадирах, Геннадий Матвеевич, проблема с техникой, с сооружением, как это сделать, где взять, были эти проблемы, дефициты, и как вы тогда их решали, помощь каких иностранных государств тогда оказывалась? Вот в то время, в то время, у нас не было столь недругов, как в настоящее, да, и мы углем, вот то, что мы уголь добывали и продавали, мы взамен получали огромные машины, мощные, комацу, технику японскую, да, краны, все, и это все оттуда. Это все было уже налажено. Производство там и поставки здесь. Все на открыто, на хорошей основе, гарантии и так далее. И это спасало положение там. То есть в этом, по сути, с самого начала и до конца у нас проблем не было в этой части. По сей день, в любом случае, мы говорим с вами и про БАМ-3 говорили, и про БАМ-2, да, вы сказали о том, что Владимир Путин с четкой пониманием, зафиксированной, уже подписанной, конечно же, распоряжением. Геннадий Матвеевич, сейчас из 2024-го. Понимаете ли вы, и можете ли вы обозначить, он такой немножко сложный вопрос, если на 20 лет назад, например, что надо было что-то сделать вчера еще, для того, чтобы сегодня, в 2024-м, не делать этого, а идти чуть дальше. Наша гигантская страна, да, где мы в одном конце производим добычу, а в другой перерабатываем, да, это перевозки ложатся на плечи железных дорог. Ну, такая страна, да. И поэтому с этой точки зрения решающую роль осуществляют железные дороги с такими гигантскими объемами перевозок, да. И поэтому для этого надо инфраструктура, чтобы соответствовала. И то, что вот время уже вот столько прошло, и мы сегодня убеждаемся, что все сделано правильно, да, что умные люди подписывали указ, постановление, да, о начале строительства, о ресурсах, какие выделялись и так далее. Все правильно. Но опоздали же по времени. Чуть-чуть опоздали. Ну, опоздали по времени, да. Ну, так в жизни бывает, да. Вот мы же хотели нефть ввести там, да, нефть, а нефть не пришла в Тайшет. Вот та нефть, о которой я вначале говорил, она же не пришла, да. Но пришли большегрузные цистерны, 120-тонные. И они свой ресурс, жизненный цикл, 30 лет им работают, они 30 лет отработали на перевозках топливо самолетное. Это очень такая тонкая работа, чтобы не чистить там платочками и так далее, топливо самолетное, да. Это вертушками организовали из нефтеперерабатывающих заводов топливо самолетное в эти восьмиосные цистерны, 120-ти тонны, в аэропорт, в аэропорт, в аэропорт и перевозили. Решили вопрос, да? Решили, решили. А я сейчас как бы стрелку перевожу. А почему бы вам не продолжить этими цистернами возить, которые вот у нас не 60 тонн, это универсальные, да, а чтобы такая же, 120. Сегодня создана цистерна восьмиосная, она как сочлененная, но само сочленение позволяет в кривых малого радиуса вписываться, мягко вписываться, да. Это решение вопроса, это решение вопроса. Я все время говорю, а почему полуагонов нет таких же? Это вот то, что решает вопросы. Вот вы молодые, и кто тут слушает еще нас, да, видит, да? Мы придем к этому, мы теряем сейчас время. Тут есть вопросы, конечно. А я все время говорю, у нас есть правительство, вот которое должно видеть дальше нас. Если мы сейчас на самом деле тару не будем активно менять в сторону грузоподъемности, да, мы не настроимся столько линий, да, и так быстро, нежели перейти на подвижной состав. У нас умные головы хорошо и быстро отрабатывают этот вопрос. Вот я как бы говорю, что есть пути, которые надо именно сейчас решать, чтобы завтра не задавать вопросов. И я хочу сказать, у меня душа болит за то, что сегодня, но оборот вагона, да, оборот вагона, если он в то время, о котором я рассказываю, был 6,7 суток, а сегодня 21 сутки. Вот эта разница вагон стоит, а ему надо двигаться, да? Есть проблемы, есть объективные проблемы, но я все время говорю, но на то и голова, надо думать и собраться, обсудить, может быть, какая-то реформа, кто-то где-то ошибся, а почему не вернуться к этому? Это очень серьезный вопрос, понимаете? Говоря о себе больше, чем дня, надо трезво смотреть на вещи и вовремя принимать решение, вовремя принимать решение. Я к этому разговору готов вот в любой день, в любой минуту и так далее, потому что это уже опробированное, и какая-то боязнь здесь есть, мы можем говорить, у нас есть пробительство, оно должно решить. Геннадий Михайлович, а по стройке последнее десятилетие Байкала-Амурской магистрали, вы же знаете ситуацию изнутри. У вас есть вопросы, почему иногда стройки сдвигаются вправо, почему и тогда было очень холодно, и тогда были заморозки, и тогда была вода. Все это было, о чем вы рассказывали, о каком состоянии вы принимали тоннель, да, и как на это было страшно смотреть. Но смогли. Почему сегодня? Я не говорю оценок, там, хорошо, плохо, это слишком поверхностно и узколобо. А вот оценить, у нас есть сегодня ресурсы, да, выделены деньги, вы сказали. Мы слышим от компании «Российские ежедороги», кого они будут привлекать на БАМ. Да, сегодня вновь появляются студотряды, и вновь вот есть какая-то такая часть хорошего, здорового патриотизма, в хорошем смысле этого слова, правильного такого, да. Опять вот эти песни, опять в Сирославску отправляются эти поезда. Но, Геннадий Матвеевич, почему это уходило когда-то вправо? Какие у вас есть внутренние размышления? Что происходит со строительным блоком? Есть ли сегодня вопросы, которые надо задавать, а может быть, даже где-то помогать и направлять? Ну, вы, по сути, сами и ответили на этот вопрос, да. Желание есть, да, значит, но ресурсы, они не сбалансированы на сегодня, да. Вы понимаете, что мы ведем строительство, значит, мы используем существующую инфраструктуру в больших объемах, да, для нужд нового строительства, да. Поэтому пути мы должны и поезда пропустить, и путь этот отремонтировать вовремя. Да, а ремонт у нас всего три месяца в году капитальный, да. А это значит давать окна на протяжении этого, останавливать движение и так далее. То есть, вот, когда суммарно это все посмотришь, да, то сроки действительно куда-то сдвигаются в силу вот естественных причин. Ну, работают сегодня коллективы. Но вот мы, я не буду возвращаться, мне все хочется сказать. Не прозевать бы время и те ресурсы, которые надо использовать по усилению провозной способности. Многое сейчас делается. Бригады поехали на длинные плечи. Это 400 километров машинист едет без остановки с тяжелым поездом 7100 тонн, да. Вот, и пункт, значит, вот этих километров, он меняется, да, и возвращается с поездом назад. Такого еще на железных дорогах не было. С точки зрения технологии была, а чтобы на такое расстояние, это впервые сегодня осуществляется. И я приветствую вот этот прием, да, о том, что сегодня строятся новые или реконструкции тяговых подстанций, чтобы не через вот эти тяжелые поезда, не через полчаса ходили друг за другом, поскольку напряжение падает, он съедает большое напряжение. А ходили через 5-10 минут, да, надо тяговый ток и все это подготовить наши тяговые подстанции. Это большая работа, трудоемкая работа, да, но она ведется сегодня. И намеченные планы, они вот как бы стыкуются на выходе вот этих тонн, которые задуманы на перевалку. Все, все следят, что сделали и что получилось, сколько перевезли, как говорится. Спасибо большое, Игорь Негода. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»